Вот, мы хоть уже и постарели, но все равно мы еще девчонки, знаете. Сами в душе себя чувствуем еще девчонками. Спасибо вам за хорошие лайки, за хорошие, ну, комментарии. А вчера, пока мы ехали с Настей на тренировку, у нас с ней был такой интересный разговор в автобусе. Я вот такой салатик делала всегда себе, когда она похудения была в прошлый раз. Я собралась на ревакцинацию, девочки, в поликлинику. Да-да. Уже прошло полгода. Всем доброе утро, девочки мои. Вот так вот необычненько я сегодня решила начать свой влог. С утра пораньше смонтировала видео и решила пока я на Бодряке сходить по магазинам, купить, что мне нужно. Из продуктов много мне не нужно. Купила кашку овсяную и йогурт. А сейчас решила прогуляться чуть дальше, немножко в дальний магазинчик. И там надо кое-что тоже мне посмотреть. В общем, вот так, что хочу сказать. Погодка сегодня приотличненькая. Ну, я вот как влезла, вот этот вот кардиганчик мне по цвету нравится. В рубашечке мне очень удобно, комфортно. Она прям хлопковая такая, легенькая, просторненькая. Мне хорошо. В общем, пока что я в таком прикиде. У нас 20 градусов, но дует ветерочек. Но, можно сказать так, прохладно, но не холодно. Свежо и очень приятно. Вот, так что телепкаю дальше. Фух, девочки, пришла, запарилась. Все-таки жарко в кофте. Ну, а без кофты может быть и холодно, прохладно. В тенечке прохладно, а солнце жарко. Короче, зачем я ходила на конечную? Купила я рыбу там свежую, донскую. Сейчас быстренько приму душ и буду жарить рыбку на обеселе. Вот, девочки. Можно сказать, я сходила на рыбалку. Это зеркальный карп. У него вообще чешуи нет почти. Вот тут вот чуть-чуть там сняли продавец и все. Вот сейчас хочу жареную рыбку донскую поесть. Прям соскучилась. Все, девочки, рыбочку пожарила. Пожарила только половину рыбы. И вообще это тоже я не за один раз буду есть. И овощи, кусочек хлебушка. Все, оторвусь так оторвусь. Добрый вечер, девочки мои. Я иду в садик до Настей. Настю сегодня забираю отважную тренировку. В общем, рыбки я сегодня поела. Довольная, довольная. Один кусочек хлебушка и чуть-чуть помидорчиков, огурчиков. Все, норму свою жирности выполнила за день. Вот, так что... Кстати, хотела вам сказать. Наверное, не сказала, еще забыла. Я последнее время заметила, что у меня быстро сохнут губы и кожа рук сухая. Прям вот руки вот так вот чувствую. Прям сухие руки. Я сразу вспомнила о том, что... Ну, диета, она, понятное дело, за собой несет какие-то последствия обычно, да. Может в организме уменьшится запас каких-то там витаминов или чего-то нужного и важного для организма. Вот, так что... Я думаю, что жирность нужно иногда есть. Масло, я имею в виду масло. Но жир, который в рыбе, рыбий жир, он тоже необходим, тоже полезен. А также для волос, для кожи, для организма вообще, в принципе. Но еще я думаю, что надо купить витаминки. И пока я на этой диете витаминки попивать, чтобы восполнять, в общем-то, запас витаминчиков в организме. Потому что, ну, понятное дело, что чего-то будет не хватать. Что-то будет убывать. Потому что многих продуктов я уже не употребляю совсем. В принципе, меньше стало есть. Так что нужно заскочить в аптеку и не забыть это дело прикуплить. Так, ну и опять, как всегда, втопила. Хотя вышла заранее. И вот иду. Думаю, надо медленно, прогулочным шагом пройтись и с вами поболтать спокойно. Ну нет же. Я же так не могу. Ну, цветочки какие. Не могу мимо цветочков спокойно проходить. Что это такое? Спокойно, думаю, пройду да поболтаю с вами. Ну вот видите, вот эта привычка быстро ходить. Вот что с этой привычкой делать? Я прям не знаю. Я прям не знаю. Сейчас замедлю немножечко темп. Прогулочным шагом. Прогулочным шагом это как? Это как-то вот так вот, да? Не торопясь. Ну и классно. Смонтировала сегодня видео, где мы там с сестричкой. Ой, смешная она у меня, конечно. Ну и прямой человек, да. Она за словом в карман не полезет. Скажет так скажет. Слова может не подбирать. Ну, я оставила ее высказывание. Можно сильно серьезно к этому, в общем-то, не относиться. Но я оставила, не стала вырезать. Потому что каждый человек имеет, конечно, право на свое мнение. В общем, так что она у меня такая. Такая детская девчонка. Вот, мы хоть уже и постарели, но все равно мы еще девчонки, знаете. Сами в душе себя чувствуем еще девчонками. Так, я иду, впереди смотрю. Идет знакомая. Сейчас, может, поболтаем пару минуточек и разбежимся в разные стороны. Всем привет! Спасибо вам за хорошие лайки, за хорошие, ну, комментарии. Я вас всех люблю. У нас сегодня в садике было такое. Что у вас праздник какой-то был? Нет, у нас был праздник только потому, что он у моего друга Ярика. Если меня Ярик смотрит, тогда все. Привет! Я тебя еще раз поздравляю с днем рождения. У меня был день рождения, ему исполняло 6 лет. Мы возили караваль, но я не водила, потому что меня снимали. У нас была, ну... Меня снимали, я говорила, стишок мой. Но сегодня мы его, ну, не по правилам. Теперь у меня и начало не так выглядит. Выглядит какой-то текст выучить, да? Да, я уже выучила его. И у нас в то время получился другой текст. Потому что, ну, нашему, ну, заведующему нам нашей не понравилось. И она теперь решила, чтобы я говорю, там, представляю вам наш обновленный детский сад. Поменяли текст немножко? Ну, кстати, прям и немножко и поменяли. Потому что некоторые, что у нас в тексте было, оно уже еще не поменято. Вот так. Всем пока-пока! А куда мы сейчас идем? На тренировку! Ура! Я вам покажу мою новую резиночку, которую мне мама заказала. Еще мне надо отдать мне девочке еще одну резиночку. Мама и Ксюша заказала, и мне заказала. Я свою уже распаковала. Сейчас надо еще Ксюшину распаковать. Понятно. Так что вот так все. А кто тебя так красиво заплел косички? Ну-ка покажи. Я на Николаевне. Ой, как здорово! Смотри, аккуратненько. Лена Николаевна, воспитательница? Да. Она работает в ястиках. Ну, молодец. Красивая. А мне кажется, ничего особо не было. Нет, очень аккуратно и прямо ровненько-ровненько. Прямо здорово. Я бы так не смогла. Ладно, все. Прощайся. Всем пока-пока! Ну, а мы с вами продолжим, девочки, позже. Все, девочки. Я пришла домой. Зашла по пути в аптеку. Купила себе комплекс витаминов и минералов. Тут очень большой такой состав. 13 витаминов, 12 минералов. В общем, ну, в аптеке посоветовалась. Я говорю, сейчас на диете много чего не употребляю с пищей. Вот такая вот таблеточка. Вот так она выглядит. Ну, вот мне посоветовали. Ну, она, конечно, не дешево стоит. Но, с другой стороны, для своего здоровья ничего не жалко. Во время еды, сейчас как раз поела только что, кукурузочку угостила, соседка съела. Сейчас таблеточку выпью, все. Вернее, это не таблеточка, это БАД. Это БАД, пищевая добавка. Вот. Я спросила Аквадатрим, я пью. Она говорит, ну, пока не пейте, пока эти таблеточки пьете. Вот так вот. Всем доброе утро, девочки мои. Ой, какая прелесть. В 6 часов утра солнышко встает, но оно начало вставать еще полшестого. Я не знаю, это уже Бабье лето или еще нет. Солнце так отсвечивается от дерева. Красиво. Красиво смотрится. Небо чистое, свежий воздух. Классно, тихо. Какая прекрасная сегодня погода, не так, девочки? Начинаем с погоды, как всегда у нас утро. Вы видите, я уже с утра пораньше привела себя в порядок, потому что я сегодня собираюсь снять для вас Василек. У меня уже посылочка лежит, уже ждет. Проснулась рано. Я вчера уснула рано, так что я проснулась вообще в 5 часов. И уже кофе напилась. И, в общем, я готова к съемкам. Ну, сегодня я буду целый день заниматься съемкой Василька. Монтировать видео тоже надо будет сегодня. И я не знаю, будет ли у меня, останется ли время, силы для еще каких-то дел важных. Есть еще кое-какие задумки, но говорить заранее не буду, потому что может не получится. Ну, а если получится, вы это сами уже увидите. Так что, девочки, я продолжаю приготовление. В общем, пошла я снимать. Напилась кофе уже. Классно мне. Мне уже хорошо. Соседка еще пока спит, еще не пришла. Думаю, что время зря терять. Надо уже начинать. В 6 часов утра уже начинаются съемки. Вот так вот. А вчера, пока мы ехали с Настей на тренировку, у нас с ней был такой интересный разговор в автобусе. Мы сели, как раз автобус вообще пустой был. И, в общем, пока мы сидели там, пока ехали, болтали с ней. А мы через дорогу, когда переходили, переходили школьники. Она мне говорит, а почему они идут сами, почему они идут все вместе. Я говорю, ну, значит, звонок прозвенел, руки закончились. Вот класс собрался, вышел и пошел. А сами, потому что дети там уже где-то возраст пятого класса примерно. И вот мы сели в автобус, и она, давай меня расспрашивать вопрос за вопросом. Вот надо было снять, но не было тогда возможности снять. А не то, чтобы не было возможности. Я думаю, что на камеру разговор такой бы и не получился. Это вот уже такой разговор между внучкой и бабушкой без камеры. Про оценки она у меня спросила, а вот ругают ли за тройки? А почему ставят оценки? Зачем их ставят? И вот я ей разъясняла, что это результат знаний. Потому что дети вот дома, они учат уроки. В школе им учительница объясняет задания. Они приходят сами уже самостоятельно делать домашние задания. Вот каждый день, каждый урок это отдельное задание, это отдельный предмет. А сколько уроков, она мне спрашивает у детей. Почему ставят вот пятерки, а почему двойки? За что ругают, за что не ругают? Ну вот я же ей объясняю, что все это индивидуально. Она мне говорит, вот там мальчик знакомый, значит, мама его хвалит за тройки. Я говорю, ну значит, хорошо, что три, а не два. Да, кого-то из-за четверки ругают, я знаю. Ну, у всех по-разному. Я говорю, ты понимаешь, что вот результат твоих знаний будет оцениваться такими вот оценочками. И те, кто хорошо учатся, они потом успешны в жизни, они могут многого добиться. Вот кто плохо учится, те работают руками. Кто хорошо учится, те работают головой. Руководят, можно сказать, низшим составом. Ну, в общем, поговорили классно с ней, мне понравилось. Понравились ее вопросы, и вот она внимательно слушала, наматывала на ус. Надеюсь, она запомнит все мои ответы, что ей ответила. Так, ну все, девочки, сегодня болтать долго я не планирую. Надо дело делать, время идет, а дела должны делаться. Ну, что, девочки, провозилась я сегодня целый день с видео. И, наконец-то, я его сделала. Конечно, я его там и сняла, василевок для вас, смонтировала, проверила, опубликовала. В общем, сделала все полностью. Еще заказ в Соберлик сделала. А что сейчас я хочу на ужин? Ну, на утро, кстати говоря, я делала кашку овсяную, как всегда. Рыбу жареную поела я на обед, у меня оставалось с помидорчиками. На полдень я съела, поела арбуз и все. Сейчас на ужин хочу сделать фруктовый салатик, вот полбанана беру. Так, решила взять сладенькие фрукты, потому что творог немножко кисловат. Такой творог в мягкой упаковке немножко кисловат. Поэтому я беру сладкие фрукты. Вообще, можно брать любые, какие нравятся, яблоки. В общем, все, что нравится. Ну, я люблю грушу туда добавить еще. Ну, в общем, такими примерно кусочками порезать. Такими. И добавить туда где-то столовую ложку примерно творога. И залить йогуртом. И не добавлять сахар, потому что сладкие фрукты, они прекрасно заменят сахар. Так. Вот так вот я порежу. Не знаю, тут, наверное, может быть и хватит. Ну-ка посмотрим сейчас. Оп-оп-оп. Ну, если немножко только, да, взять, поесть. Хотя, может быть, и дорезать грушу, я не знаю. Я уже ничего не соображаю. Если честно говоря, я так устала, что уже и делать ничего не хочется, и соображать не соображается ничего. Я сейчас вроде бы как прилегла отдохнуть, посмотреть фильм, включила. Но я смотрю по времени, думаю, а что тянуть резину? Надо чем раньше поужинать, тем лучше. Время по шестому. А сейчас, думаю, пока салатик нарежу, в общем-то, до шести хочется же уложиться. Я же все-таки худею, как-никак. Стараюсь, да? Вот. Значит, такой у меня пятипроцентный творог, белый медведь. Ну, я просто квашу наберу, разный творог. Вот. И примерно, не знаю, одну треть сюда положить. Примерно так. Половая ложка где-то, на глаз я так кладу. Так. И все. И можно залить это все йогуртом. Ну, сметану я не заливаю, потому что йогурт здесь 2,5% жирности, а сметана, ну, минимум 15. Поэтому мы же вроде бы как стараемся жирность уменьшить, да? Хотя можно это и со сметанкой, можно с кефирчиком. Ага, кому с чем нравится. Ну, я предпочитаю йогурт. Вот. Все. Смотрите, перемешать все это дело. Прекрасный салатик получается. Я вот такой салатик делала всегда себе, когда на похудении была в прошлый раз. И прямо он меня очень выручал. Вот какой-то... Да хоть на завтрак можно, хоть там, не знаю, на полдник, на ужин. Вот я на ужин сейчас решила сделать творог. Но на обед все-таки мясо лучше поесть. Так, все, готово. Пошла кушать. Включаю дальше смотреть телевизор. Все. Отлично. Я знаю, что это вкусно. Всем доброе утро, девочки мои. И куда я собралась с утра пораньше? Привела себя в порядок, искупалась. Видите, одела блузку, давно ее не одевала. По-моему, ничего, так неплохо, да? Вроде бы смотрится. Куда я собралась? Я собралась на ревакцинацию, девочки, в поликлинику. Да-да. Уже прошло полгода. С тех пор, как я сделала прививку, последнюю, от последней прививки полгода прошло. И вот я как раз и думала, когда мне пойти, пойти узнать или что. И вот мне на прошлой неделе позвонились в поликлинике, напомнили, что у меня истекает уже срок, и нужно делать ревакцинацию. Предложили там несколько дней, вот когда удобно вам, в какой день подойти и сделать. Ну, в общем, записалась я и иду уже по записи, все. Так что я уже собралась, искупалась три дня, потом нельзя мочить прививку, как обычно. И пошла я, все, поехали. Девочки, на улице 10 ветра только, но уже 20 градусов такая теплым. Елки-палки, даже в кофте прям тепло. Ветра нету. Хорошо. Вот тут дерево какое-то пилили. Куча веток, куча веток на клумбочках, где красивые цветочки росли. Фух. Вы знаете, такое впечатление, что на улице бабье лето. Ну, я даже у соседки спросила, говорю, бабье лето что ли уже? Вроде в октябре. Она говорит, да. Говорит, на мой день рождения, в начале октября, бабье лето. Ну, то ли оно началось пораньше, а то ли, то ли еще, может быть, жарко будет, кто его знает. У нас может быть все, все что угодно. Вот. Ой, ну классно прогуляться по воздуху. Утречком люблю пройтись. Погодка приотличная, прям комфортная. Температура такая, знаете. Комфортная, прикомфортная. Ладно, девочки, погнала. Мне очень интересно знать, какую мне вакцину будут колоть. Тогда, когда я делала это первый раз, тогда было только их две. А сейчас, насколько мне известно, вроде пять. Ну, все узнаем. Все, девочки, приближаюсь. Я уже в поликлинике. Посмотрим, что я вам все расскажу. Я не буду в поликлинике, наверное, скорее всего, снимать, чтобы людей не смущать. Но все вам потом расскажу. Я думаю, что будет все практически то же самое, что и в прошлый раз. Особо нового я ничего не ожидаю. В любом случае, буду держать вас в курсе. Все. Спутник лаев. Спутник лаев. Или как лаев? Как легкий, короче. Однокомпонентный. В калорице. Сейчас пять минут посидела и иду. Домой. Все прекрасно. Все проще, чем в прошлый раз. Все, девочки, вышло. Как говорится, сделал дело, гуляй смело. В общем, я теперь спокойна. Мне все-таки нравится то, что это однокомпонентный. Второй раз мне нужно будет идти. Быстренько. Анкету также заполнила, как и в первый раз. Ну, там, собственно, что там надо? Галочки поставить. Болели, не болели, контактировали или нет. И лекарства, какие употребляете. И какие хронические заболевания. Ну, в общем, я уже рассказывала вам, когда в первый раз я шла. Я там все подробно вам, в общем-то, рассказала. Вот. Второй раз все быстренько. Уже, знаете, как говорится, по протоптанной дорожке. Как говорится, все, раз-раз заполнила анкетку у врача быстренько. Раз, температура пошла. Тоненькая иголочка. Чпок. Пять минут посидела. Первый раз сидела полчаса. Или 20, или 30 минут. Не помню. Пять минут и на выход. Все. Так что... А сейчас я прогулочным шагом иду домой, не торопясь. Выбираю тенечек. Девочки, жарковато в куфте. Прям хочется ее снять, но я боюсь, что без куфты может быть прохладно. Береженого Бог бережет. Я смотрю, все с рукавчиком. Ну, кто-то молодежь и без рукавчика идет. Вот. Так что... Спокойненько прогулочным шагом сейчас до дому дойду. Сегодня ничего не планирую делать, потому что я все сделала заранее, все дела. Уже я знала еще на прошлой неделе, что именно сегодня мне с утра идти на прививку. Поэтому сегодня день у меня свободный. Я буду отдыхать, лежать. Никаких, как говорят, этих усилий, напряжений. Ничего не буду делать. Вот. Включу какой-нибудь сериальчик, буду смотреть. Вот. Ну, а с вами я хочу на этом попрощаться. В общем-то, в видео это я уже тут наснимала всякое разное. Больше ничего не планирую на сегодня. Поэтому прощаюсь с вами. Пишите комментарии. Очень приятно мне их читать. Особенно хорошие, добрые комментарии. Я ж позитивчиком делюсь с вами. Хочу, чтобы вы тоже со мной позитивчиком делились, хорошим только. Не забывайте ставить лайки. Кто не подписался, подпишитесь. И до новых встреч, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok